Добрый день! Не буду скрывать, искренне очень рада вас видеть. Действительно, огромное спасибо за поддержку молодежному проекту. И небольшое вступительное слово. В президиуме у нас сидят исполнительный директор фестиваля Александр Ишимов. Вы все его хорошо знаете. Сейчас он руководит кинозалом в Доколенино. Адиля Хайбульна, программный директор фестиваля. К ней все вопросы как раз по программе, которая будет меняться в лучшую сторону. И программа собиралась, об этом подробнее скажет Адиля, при помощи международных отборщиков. Наш местный киновед, кинообозреватель – это Алмаз Загрудинов. Вы хорошо знаете, что он пишет о кино. Нам очень нравится, как он пишет о нем, как он им интересуется. И мы привлекаем людей, которым кино действительно интересно, в том числе молодое, дерзкое, смелое. Поэтому мы открыты к предложениям и дальше. То есть вы можете также вступать в наши ряды. Предваряя вопросы, потому что они были, ну так скажем, компрометирующего характера, я расскажу об истории фестиваля. То есть в данном случае не идет речи никакой параллельной истории. Фестивалю 10 лет. Нумерацию он ведет со времени создания в Минкульте. Учредителем фестиваля является Министерство культуры. Раньше локацией фестиваля основной и практически единственной был Казанский институт культуры, университет. То есть он менялся, да. То есть это было логично, там воспитывали кинематографистов, это все совершенно правильно. Но в этом году фестивалю 10 лет и на этой юбилейной стадии Министерство культуры поручило нам провести на фестивале, скажем так, в объединении с форумом образовательной частью, что совершенно тоже логично, органично, объединить эти молодежные тенденции. За что мы с удовольствием взялись. Не буду скрывать, что это было в экспресс-варианте. Времени у нас было немного, и мы взялись прежде всего за его программирование. Задачу, которую поставили мы себе, это сделать фестиваль международным, по географии, по жюри, полезным с точки зрения рынка, с точки зрения соединения кинематографистов и зрителей, с точки зрения, в принципе, продвижения кино. Короткий метр составляет основу этого фестиваля. Название его было «Фестиваль любительского, дебютного, детского», потом появился анимационный и прочие запятые. Мы решили объединить также в молодежное кино, потому что все это действительно интересно не только молодому зрителю, но создается молодыми кинематографистами. Первая поправочка в регламент, которую мы попросили внести, это возраст режиссера. Он был меньше 25 лет, но, учитывая наш опыт работы с международным кинематографом, там еще позже иногда бывает режиссеры приходят к своей профессии. Да и у нас такие случаи бывают, то есть паспортные данные и режиссерский дебют, вещи не всегда совместимы. Поэтому мы взяли за планку 35, но, честно говоря, можно ее увеличить и до 40. Но самое интересное, что мы внесли в этот фестиваль в этом году, мы решили отследить вот эту траекторию выхода дебютов и на уровне зрелых режиссеров. То есть у нас будет специальная программа, где мы покажем первые фильмы, и не все их видели, известных на сегодняшний момент режиссеров. И каждая программа внеконкурсная будет точкой отсчета для дискуссии или мастер-классов. То есть все образовательные и творческие такие вещи мы сделали максимально дискуссионными, тренинговыми, кейсовыми. А на форуме появилась новая секция «Автор.я», которая давно на самом деле назревала, которая затронет правовые вопросы, вопросы документа оборота и вопросы, которые, в принципе, интересны молодому кинематографисту. И жажда это постоянно на форуме была. А как? А что? В прошлом году конфликтной темой было обсуждение прокатного удостоверения 5 миллионов. Буквально недавно вы, наверное, слышали, что хотят регламентировать работу кинофестиваля. Эту тему мы обязательно затронем. Мы затронем тему использования нецензурной лексики. Мы затронем все форматы, которые на сегодняшний момент актуальны. Вот. Наверное, я заканчиваю. Передаю слово своим коллегам. Тоже не буду скрывать, с большой любовью я представляю. Это очень хорошая команда. Любите их, уважайте. Задавайте вопросы по направлениям. Спасибо. Спасибо. Давайте начнем, наверное, с меня. Добрый день еще раз. Программа у нас будет официально проходить с 4 по 6 сентября. Три площадки будут участвовать. Это Институт культуры. Вторая площадка – это КФУ. Это здание. Третья площадка у нас будет проходить. Показы именно кинотеатра Ленина. В КДК имени Ленина, который недавно открылся сам кинотеатр. Три основных площадки. Первая. Вторая. Программа мастер-классов будет проходить именно здесь, в КФУ. Также хотел бы сказать о маленьких нововведениях. Это будет гран-при денежный в размере 50 тысяч рублей. Для победителя выбирать будем коллегиально. И второе. От форума у нас будет подарок. Это прокатное удостоверение с последующим пиаром и прокатом. Это, скажем так, будет от форума «Маленький подарок». От нашего фестиваля будет, как раз, как я говорил, денежный приз. Самое интересное будет на показах. Потому что мы открываемся 3-го числа. У нас будет фильм-открытие. Фильм-открытие пока, скажем так, выбирается. Мы не можем подобрать очень красивый фильм для того, чтобы было очень интересно. Фильм будет именно полументражный, игровой. У нас идут сейчас споры, по какому фильму... Какой фильм именно будет открывать данный фестиваль. Сама программа рабочая будет с 4-го по 6-е. По программе и по фишечкам Адиль ответит очень интересно. По фишечкам, да. Потому что фишечек будет очень много. Точечных, но очень интересных. В принципе, я думаю, Адиль сейчас все расскажет. Добрый день. В плане программы достаточно мало времени у нас было, конечно, для того, чтобы собрать программу и сделать этот фестиваль международный, вывести его на какой-то новый уровень. Потому что такая задача была изначально мне поставлена. Я, прежде всего, конечно, благодарю Альбину Нафигову, которая уже имеет серьезный опыт программного директорства. И без ее подсказок, наверное, мне было бы сложно справиться с этой миссией. Конечно, Алмаза, потому что, мне кажется, именно вот такая дуэтная работа сделала свое дело. И у нас есть та программа, которую мы имеем. Честно вам хочу сказать, что собрать ту программу, которая есть, только по заявкам, ну, наверное, не получилось бы у нас. Поэтому пришлось привлекать всех наших друзей, собственные какие-то вкусы и так далее, для того, чтобы расширить географию, прежде всего, и смыслово сделать более объемную номинацию, если вы понимаете, о чем я говорю. По географии, если есть вопросы, какие, ну, это у нас Армения, Грузия, Азербайджан, есть у нас Бангладеш, Иран, Турция. Что еще у нас-то? Никарагуа у нас, да. Внезапно у нас Никарагуа появился в документальной конкурсной программе. Да. В России это Москва, Иркутск, Тюмень, достаточно тоже широкая география. То есть вот как-то так. Какая была еще у нас задача, наверное, чтобы показать те тенденции, которые сейчас есть в молодежном кино, если можно действительно его назвать как-то вот молодежным. Что такое молодежное кино, это вопрос, мне кажется, риторический, потому что для кого-то первый фильм случается в 35 лет, да, кто-то в 21 год. У нас вот есть фильм «Тихое несогласие», да, «Девочке всего 21 год», но она сняла очень любопытную историю. Мы хотели показать все направления, все жанры, все темы, все стили съемки, которые, наверное, сейчас актуальны для молодежи. И вот этот вот такой широкий пласт, насколько мы смогли его, да, конечно, создать, вот он представлен у нас в программах. Мы счастливы, что есть у нас серьезные режиссеры, которые нам отдали свои фильмы для того, чтобы показать на нашем фестивале, потому что есть работы уже показанные на ряде других фестивалей категории А, и которые уже завоевали какие-то призы, и в то же время есть абсолютно дебютные работы, вот «Никарагуа», да, как раз. Это еще студентка, которая сняла, в принципе, свой курсовой фильм, и нам показался этот фильм любопытным, и мы с Алмазом включили его в программу. У нас есть фишечка, о чем сказал Саша, да, ну не одна, но мы расскажем, наверное, про программу, такую немножечко провокационную, наверное, с таким нестандартным подходом к кинематографу и к тому, как должен существовать в этой профессии режиссер. Если вам будет интересно, то, конечно, это внеконкурсная программа, наверное, так встрепенет и зрителя, и тех, кто у нас будет в гостях на нашем фестивале. По поводу членов жюри и председателя можно уже озвучить. Мы очень счастливы, что согласился быть председателем жюри Кирилл Разлогов. Мне кажется, это, конечно, очень мощно для нашего фестиваля, потому что уровень, безусловно, сразу вверх взлетит, и участники считают какой-то такой невероятной честью, что попали в конкурс, понимая, что будет их судить Кирилл Разлогов. У нас Али Риза Шахрахи, это Иран, представитель Тегеранского кинофестиваля. У нас прекрасный молодой режиссер из Индии, который уже покорил ряд фестивалей, в том числе Пусанский фестиваль. И у нас есть наши местные кинематографисты. Кто еще у нас? Рустам Рашидов, например, успешный режиссер нашего Татарстана. Вот как-то так. Я теперь, да, хочу своему коллеге передать слово. Да, расскажи всю правду, Алмаз. Как мы с тобой не прощались вообще? Ну да, мы с Адили, мне кажется, в месяц полтора-два каждый день с утра до вечера в Фейсбуке, да. Потому что, признаюсь, Адили мне сама позвонила, предложилась там поучаствовать с ней. Мы с ней были до этого знакомы, но довольно шапочные, я бы сказал. Но, в принципе, мне кажется, интересно смотреть друг на друга всегда. И сейчас мы два раза встретились, были какие-то промежуточные результаты. Смотрели очень много, мне кажется, в день. Ну, у меня, по крайней мере, в день по 5-6 фильмов. Хоть и короткометражных, но все равно. Некоторые из них довольно сложно смотреть. И они, мне кажется, не попали в нашу программу. Вот, да, поэтому. И что еще рассказать? Да, и, в принципе, уже в процессе, когда мы смотрели большое количество фильмов, в процессе мы все время понимали, что и куда хотим разложить, какую программу. Так у нас от одного фильма, не буду называть его местного, родилась та самая провокационная программа, которая пока не имеет названия. Или уже имеет? Или уже имеет ответ. Ну, пока не имеет. Одна из программ будет называться на ЛУТЭМ. Все, да. Все, да. Также будет интересная программа «Фест-обед номер 7». Программа, которая будет кейсовой. Ну, ладно, короче, что-то. Да, это чисто. Программа будет кейсовой. То есть это Берлинали, это Кан, это различные призеры фестивалей, участники номинанты, на основе которых наши молодые кинтографисты, участники форума и фестиваля смогут понять, как же прийти к большому фестивалю и каким маршрутам правильно следовать. Как я уже говорила, что каждая программа будет точкой отсчета для дискуссии либо мастер-класса. Например, Юрий Быков откроет программу, пока условно она называется «Проба пера», мы пока думаем, но всем понятно, это та самая программа дипломных работ и курсовых, которая будет нам подавать мастеров в самом начале пути. Юрий Быков покажет нам свой фильм «Начальник». Нам даже интересно, мы в диалоге, в письменном с ним предложили, а давайте вы как будто только сейчас ее сняли. То есть зал будет привлекаться к дискуссии, дискуссия будет живая. Не просто мы смотрим на кумира и дышим на него, мы обсуждаем фильм, обсуждаем его творчество. То же самое касается и других вне конкурсных программ и секций. Я думаю, что пора перейти к вопросам, если я думаю, что дополнительно. Самое главное у нас программа, если официально будет, после 15 августа официально выложена. Всем вам разослана, также вся информация будет. Как я еще раз говорил, что программа, скажем так, трехдневная, рабочая, и она очень плотная, на всех трех площадках будет организована. Также хотел сказать, что у нас по регламенту мы разделяем заявки до 18 лет, и от 18 до 35 лет, как у нас и было изначально, по регламенту мы так и будем его соблюдать. Закрытие, открытие, как мы еще раз сказали, будет в Ленина в кинотеатре. Все остальное, в принципе, готовы, наверное, к вопросам. Некоторые секреты мы оставим, чтобы вы за нами следили, ждали, надеюсь, интересных каких-нибудь еще фишечек. Мы еще приготовим некоторые, надеюсь, седерная бомба, которую мы хотим, она все-таки свершится. Да, вопросы. Все, кто желающие, захотят, они приедут на метро. Скажем так, первая, это у нас основная площадка Ленина, да, кинотеатр именно Ленина. Вторая площадка у нас в центре тоже КФУ. Институт культуры, в принципе, также в центре находится, доступ к этой площадке тоже имеется. По логике, все... Самое важное мы делаем для зрителя, для тех, кому это очень интересно, и кто захочет посетить тот или иной мастер-класс, он найдет время, способ добраться до площадки и получить то, что он захотел. Надеюсь, мы, конечно, получится все сделать. Мы, кстати, достаточно удобно связаны. Мы, кстати, хотим пользоваться очень поблагодарить наших подъемов, потому что к клубу проходить дискуссионные площадки и мастер-классы, которые стоят не только в журналистике, а интереснее как раз на том стыке, если вы помните, на форуме у нас была секция Generation P, посвященная пиару и продвижению журналистики. Вот здесь как раз у нас это будет синтез с новым плащом. Здесь будет полезно находиться и интегралисты, и мастер-классы, и журналисты, и пиарши. Я, да, хотела немножечко добавить к ответу, ой, к вопросу, к вашему, да, свой ответ. По поводу программы, скажу, ну, программа мусульманского кинофестиваля и наша программа, это абсолютно две разные истории. И мне кажется, что зритель будет выбирать уже то, что ему ближе, и мы ни в коем случае, мне кажется, не можем пересекаться. Они, тем более, тоже сейчас на своей площадке. Поэтому я думаю, что тот зритель, на которого мы рассчитываем, он доедет, и ему не будет никаких проблем это сделать. Потому что, да, ну, я могу сказать со своей точки зрения, что я считаю, я всегда об этом говорю, что в ДК Ленина сейчас один из лучших кинотеатров, и, по-моему, да, по экрану, по детализации картинки, по звуку, по зрительному залу, и, на самом деле, это, ну, мне кажется, что честь, что мы покажем эти фильмы, которые есть у нас в программе, именно на этой площадке. Так, по поводу рекламы, может быть, ты, а ты скажешь, а я по поводу зрителя. Ну, в принципе, мы можем объединить. Интересная штука такая, реклама. Реклама расходится пока сарафаном. Мы сейчас ищем, мы практически согласовали партнер, партнерскую информационную поддержку, скажем, двух радиостанций как минимум, плюс у нас все будет хорошо, вы нас будете поддерживать, потому что мы считаем вас тоже равноправными партнерами данного кинофестиваля. Также все-таки у нас много, скажем так, в оргкомитете членов, которые смогут нам помочь. Тот же самый институт культуры, тот же самый советский кинографистов, то же самое управление культурой города Казани. Также надо не забывать, что у нас учредитель министерства культуры Республики Тарстан, то есть совместными усилиями мы постараемся довести до каждого желающего получить больше информации о кино, получить даже не о кино, наверное, об истории даже, кино даже. По поводу зрителя. У этого фестиваля всегда есть своя зрительская аудитория, потому что этот фестиваль уже в десятый раз проходит. Да, просто, наверное, немножечко мы хотим эту аудиторию увеличить. Действительно так. Да. Какого зрителя ждем? Зрителя, который любит кино, который интересуется кино. Но возрастных ограничений нет. Лично я жду зрителя, который хочет сломать свои стереотипы, где-то сломать свои рамки в плане восприятия кинематографа, который хочет понять то, куда сейчас движется, наверное, кино. Потому что вот Алмаз, наверное, подтвердит, сейчас я ему передам микрофон, что это некие пути развития, ведь возможные пути развития современного кино. И те фильмы, которые представлены, мне кажется, они могут быть любопытны для любого зрителя, просто важно выбрать, да, что ты хочешь. Да, мне кажется, несмотря на то, что наш фестиваль молодежный, нельзя договорить, что наши фильмы для людей до 35 лет, конечно же, нет. Нам кажется, мы, во-первых, влюблены в нашу программу, скажем честно. Да, это наш общий ребенок. Мы влюблены в нее, и мы туда подобрали такие фильмы, которые, как мне кажется, если бы не на этом фестивале, в этот год не могли бы нигде больше в Казани не появиться, в принципе. Да, и у нас, например, есть фильмы, которые, да, есть программа, которая связана с Каннами, с Берлином, это все понятно. У этих фестивалей есть свой статус. Допустим, перед моими глазами сейчас фильм «Собачатина», который участвовал в очень известном региональном российском фестивале «Дух огня» в Хантамансийске. «Очень прекрасно» или «Восемь жизней», это Наталья Соколовой, да, по-моему? Да, Наталья Соколова. Да, и этот документальный фильм очень интересный. И очень уже затитулованный. И очень так хитро и интересно снятый, поэтому эти фильмы без должности скромности нигде больше бы не появились в Казани в этом году, и поэтому это будет интересно абсолютно всем. Тут есть вся палитра настроения, тут есть и анимация довольно тоже чудная. И видеоролики. И чутные, и простые, и красивые, и не очень красивые, но хорошие. Вот как бы тут есть все. И прекрасная программа. Я вот, например, про один фильм тоже скажу. Вы, наверное, слышали, да, читали о том, что будет у нас Даша Чаруша со своим фильмом. Певица, актриса, да, композитор. Снималась она много. Где в Холодном фронте? И Зорь здесь тихий. И жена Найшулера в том числе. Солистка группы 303 каратиста, но для тех, кто, да. Вот, например, ее фильм мы нашли абсолютно случайно, согласись, да, в одном из каталогов наших друзей, которые хотели помогать нам, да, набрать программу. И нам показалось любопытным, и мы включили. То есть у нас есть и вот такие звездные имена в том числе. И есть вот абсолютные дебютанты. И по бюджету фильмов могу сказать. Есть, которые сняты чуть ли не на телефон, да. Вот, например, бангладешская работа, да. Она очень просто сделана, как некая документальная зарисовка. А есть такая работа, как у Даши Чаруши «Хороший день», где, конечно, да, видно. Или «Проситель грузинский», да, тоже фильм. Там шикарные, колоссальные затраты на съемку, это видно. Но мы в любом случае это все объединили, поэтому мы и зрителей ждем любого, который готов воспринимать и экспериментальное кино, и традиционное, какое угодно, но снятые, да, режиссерами, там, достаточно молодыми, скажем так. У меня вопрос. Естественно, что в каждом фестивале, но он на самом деле есть и знаменит. То есть есть фестиваль, который фестиваль, который кино показывает, зрители ходят, смотрят. А есть и знаменит, ради которой многие фестивали проводятся, называйте кинорыночные. И вот есть ли у вас это все равно? Есть, есть. Да, вот сейчас. Да не надо, не надо. Я успею. Кинорыночный блок у нас будет в рамках форума. Надо прививку кинорынка делать очень аккуратно, потому что вот назвать кинорынок, собрать людей, построить павильоны. Ну, да, мы не озвучили. Бюджет у фестиваля, безусловно, скромный. Он никак не менялся с годами. Это 500 тысяч рублей. Да, это вызывает улыбку, но это ни разу, ни коим разом не скажется на качестве фестиваля. Кинорыночная панель у нас будет представлена так называемым work and progress. Мы ездили в Москву представлять татарстанский кинематограф в этом году на московский кинофестиваль. И там был этот блок, когда фильм в любой стадии готовности, желательно ближе к финишной, представляется перед экспертной лабораторией, перед экспертной публикой, перед теми, кто подбирает себе фильмы в фестивале, перед теми, кто эти фильмы прокатывает в так называемом ограниченном прокате. Мы хотим попытаться воссоздать эту историю на коротком метре. Кого мы позвали? Кирилл Разлогов, который программный директор Московского фестиваля, программный директор Сочинского фестиваля и отборщик многочисленных, в том числе Евразии. Нина Кочеляева, она тоже войдет в жюри. И они тоже будут присутствовать на этой площадке. Юрий Быков, безусловно, который просто как эксперт, харизматичный человек, сам кинематографист, человек-оркестр, по большому счету, сценарист, композитор, продюсер, режиссер. Тем не менее, успешно работает и в коммерческом, и в артхаусном кино. Дальше мы пригласили отборщика Кинотавра. Сейчас ведем переговоры. У нее пока графики совмещаются. Мы очень надеемся. Мы пригласили Коро-Арт. Единственная, можно сказать, сеть, которая вообще занимается вот этим вот всем. Показывает другое кино. То есть не так, как точечно, как «Однозальник в городе». Есть как у нас теперь два «Однозальника». Так, а Коро-Арт по своей сети работает. И «Фестагент», безусловно. Причем еще одна рыночная модель, которую мы хотим попробовать. Мы хотим собрать альманах фильмов, независимо от статуса их участия. То есть конкурсные, вне конкурсные. Все фильмы, которые поразят зрителя и экспертов. Мы собираем альманах. Мы в партнерстве с «Фестагентом», еще с несколькими партнерами, создадим ему прокатное удостоверение. И займемся прокатом у себя по республике и за ее пределами. Вот это, мне кажется, самое главное, скажем так, рыночное, когда кино после фестиваля идет по рельсам и по зрителю дальше. То есть это не просто стандартное эхо, а мы хотим создать такой альманах. И у фестиваля появится маленький такой рыночный выхлоп. Мы надеемся. Извиняюсь, можно немножко сухой статистики, просто не разглядел, может, вы видели, сколько фильмов в конкурсной программе, какие-то номинации за такие вещи еще будут? Да, давайте я прямо вам по бумажке все скажу. В каждой номинации. Номинации, на самом деле, как будто бы чуть больше, чем нужно даже. Все, конкурсная, номинация конкурсная, номинация короткий игровой метр, 10 фильмов. 10 фильмов. Документальные также. Документальные программы тоже 10 фильмов. Потом у нас есть блок коротеньких программ. Это анимация и ролик. Это, да, анимация. В видеоролик. В анимации сколько фильмов? В 6? В 5? В 5? И в номинации видеоролика тоже 5? Да, и в неконкурсной. И в неконкурсной там раз, два, три, четыре, шесть. Еще, да, второй вопрос. Много всего красоты вы сказали, да? Какая здесь вообще, что интересует, какие дела молодые режиссеры, вы какими-то интересными вещами? Можно я прийду, скажу сначала? Давай, давай. Мы в самом начале, когда только начали отсматривать нас, ворчали, садили первый раз, увидели с кафе, и мы ворчали насчет того, что многие фильмы людей очень молодых, которые, которым там 22-23 года, сняты так, как будто бы их снимали 50-летние дяди. Ну, то есть, как-то это очень... Как будто Михалков, да? Ну, Михалков здесь как бы такая метафора, метафора такого возрастного кино, да. Но потом такие фильмы сякли, в принципе, и потом пошло, все нормально. И, в принципе, да. И потом появилось нормальное, молодое кино. У нас второе дыхание появилось, да. Фильмы пошли. Да, да. Потом появились фильмы по возрасту, да. В нашей вот этой вот, нашей любимой неконкурсной программе как раз-таки собрались те фильмы, которые по-нашему сняты очень молодыми людьми, адекватно тому языку, который должен быть в 2018 году. Со соцсетями, с бесконечным инстаграмом, с интернетом бесконечным, вот со всем этим. Да, да, это прямо в некоторых ткань фильма это все вшито. В нескольких фильмах даже, по-моему. Да, в нескольких. А в своем именно это, с этих историй в инстаграме все это вшито в кино тоже. И так и должно быть, в принципе, в 2018 году. В новом молодом кино, тем более. Да, согласна. Что еще? По темам вы имеете в виду, да? Или по типу съемки? Да, про тип съемки, но это что-то свободное, достаточно непринужденное. И интересное, и непривычное, наверное, так. Алмаз абсолютно прав. Вот соцсети, все возможности, да, вот каких-то бесконечных сторис, селфи, прямой связи, это все присутствует. Притом у нас есть и в основной программе, и в неконкурсных такого рода фильмах. И мне кажется, что мы так сложно бились над номинацией документальный, да, фильм. Нам не просто далось, на самом деле, наполнение вот этих 10 фильмов, но они такие выстраданные нами с алмазом. Вот. Очень я тоже благодарна коллеге из Екатеринбурга, которая, да, подсказывала нам серьезное, вот сейчас я подсказываю ей, потому что у нее скоро тоже кинофестиваль документального кино. И там тоже есть работы, которые документальные, вот я хотела бы отметить, на стыке с игровым. Сейчас это, ну, мне кажется, такая очевидная, да, тенденция, когда ты смотришь фильм и ты не понимаешь, и точно так же в игровом кино есть такие моменты, которые сняты абсолютно, как будто это реальное время, либо это какая-то телепередача, либо это действительно архивная съемка, и все это переплетается. Вообще, вот, Алмаз недавно был на фестивале, да, в Нижнем, и там нет уделения на жанры вообще. Сейчас вот это, конечно, нивелирование, оно чувствуется вот в молодом кино точно. То есть ты не понимаешь, это документальная работа или игровая, это игровая работа или больше документальная. И анимация. У нас есть очень интересная, да, история. Нам прислали заявку на музыкальный клип, называется «Одна». Но это абсолютная анимация. То есть это песня и анимированный клип. И мы с Алмазом взяли на себя такую ответственность. Альбина сказала, что можно, что так делается. Потому что в Якутии, да, якутский один фильм, на Берлинском кинофестивале решили, что он док. Хотя он игровой. Или наоборот было, да? Так. И мы, например, один, получается, что видеоролик, его отправили в анимацию. То есть я говорю о том, что жанры, стили, это все очень так переплетено. И этим именно молодое кино, оно и характерно. Поэтому, когда ты смотришь, ты не понимаешь, куда дальше завернет порой фильм, если режиссер нечетко следует, да, по стилистике, по жанру. Мы точно не понимали, что перед нами игровое или документальное кино. Это точно, это было вот это «Восемь жизней». Да. Прекрасный фильм, да. И мы, правда, не понимали бы в игровую, не в игровую, или в экспериментальную, какую-то другую программу. Вы выделяете, смотрите. Нет, нет, смотрите. Вы будете наносить, оцените. Мы всего лишь три дня, три дня показов, еще раз говорю, различных программ, как основная конкурсная, так и внеконкурсная. То есть программу собрали, коллеги собрали очень хорошую, мне кажется, и очень экспериментальную, и очень, как правильно сказать, слово-то молодежно, наверное, все-таки это молодежно сейчас будет все больше и больше звучать, потому что на стыке, возраста, да, на стыке жанров, все-таки это будет очень интересно и в новом зале, и на новых площадках, и в старых площадках все это должно получить очень хорошо, очень интересно, поэтому мы вас просим об одной такой, ну, вещи, да, наверное, да, о том, чтобы донести саму программу, о том, что сказать, что есть такие площадки, что есть такая программа показов, чтобы больше зрителя, ну, конечно, у кино, конечно, продукт что это? Это зритель, который хочет ходить в кино, хочет смотреть, хочет голосовать, и хочет участвовать в производстве, в обсуждении, в просмотре даже того самого фильма, потому что сам просмотр кино умирает, у молодежи сейчас что, интернет, соцсети, то есть они даже, сам поход в кино уже нарушается, поэтому фестивали нужны, фестиваль молодежного кино, вот как раз, я думаю, что способствует приучению к короткому метру, потому что короткий метр за 10 лет развился очень хорошо, то есть даже уже фестивали проходят, прокаты, кинотеатр даже проходит, фестиваль короткого метра, люди хотят смотреть такое, такое кино, такую подачу именно в кинотеатрах, то есть все зависит от нас, от вас, но в конечном итоге, чтобы зритель был всегда доволен. Для этих вопросов здесь я, конечно же, никакой конкуренции, никакой конфронтации, у нас разные форматы, разная аудитория, нумерация фестиваля, да, ты припозднился, нумерация фестиваля сохранена, раньше он был фестивалем, чуть попозже возник, в рамках мусульманского фестиваля, он так и остается, эти традиции как бы сохранились, а то, что у него абсолютно другой формат программирования, аудитории, цели и задачи, это тоже было изначально, то, что интересно молодежи, сроки мы не выбирали, сроки были заданы регламентом, испокон веков, этот фестиваль проводился с 4 по 6 сентября, сейчас для удобства гостей не исключено, что мы откроемся третьего вечера, потому что гости, которые приезжают на наш фестиваль, идут и на церемонии открытия большого фестиваля, для их удобства, возможно, чтобы представить жюри полноценно и открыть фестиваль, картины, фильмы, открытия, не исключено, что это произойдет третьего числа, сейчас вот мы как раз логистику выстраиваем, а во всем остальном нет, это действительно не конфликтующая история, они параллельные, то есть, да, вы видите, что в географии, безусловно, есть некие корреляции, но вы увидите другой Иран, другую Турцию, другой Азербайджан, другую Армению, другую Грузию, мы вас уверяем. Там есть, да, дело в том, что я вот скажу за себя и за Алмаза, наверное, если бы нам дали чуть больше времени, потому что мы узнали об этом в июне, о том, что нам нужно сделать программу, и что она должна быть очень по географии обширной, что она должна быть немножечко в другом ключе в плане наполнения этих фильмов, да, и так далее, если бы было больше времени, и мы бы знали хотя бы там за месяца два-три, мы бы сделали и географию пошире, безусловно. Но мы, да, мы действительно влюблены и как-то вот любуемся на свою программу. Надеюсь, что зрители тоже так будут. – Это священная география российского молодежного фестиваля международной партии. Они тоже в любой мере не имеются в радио. – А мы не выбирали. – А мы не выбирали. Мы равны председательностью те данные даты. То есть мы могли бы, наверное, оставить, попробовать, сдвинемся и так далее. Но для нас это, в принципе, не принципиально. – Мы не видим и внимания. – Просто это оттянет даже внимание СМИ до конца. – Ну, для этого мы тоже ничего не делаем. Внимание СМИ не занимает и привлекаем, но это стоит цель, чтобы там вечно больше зрителей и каждого. – А кто и говорил, что это? – А то, что вот тут – Зрители всегда выигрывают. – А где вы читаете вашу программу? Я ее не читал. – А где вы не с одной сегодняшнего идея фестиваль будет таково всегда? – А где вы читаете? 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 – А давайте этот год переживем, давай. – Вы знаете, мы это для… – Мы не решаем эти задачи. – Мы уже и так берем достаточно громкого поведения, поэтому да, это не тот момент, в котором нам было застряться. Специально у него ничего нет. – А как вам удалось и Юрия будет у вас это получить? Легко или? – Ну давай. – Вот, слушайте, это вообще вот… – Как вам свой подход? – Нет, давайте вот такое вообще в принципе, да. Из-за всех каких-то компактов предсечений и параллелей это вообще естественно. Вот здесь это просто такие моноговые с большей зрения показы и фестивали вместе, да? И это естественно, что сказали в том, что у нас все больше опыт, связи. это нормально. Это естественно, что на этот фестиваль мы употребили весь свой опыт, это нормально, потому что все, конечно, еще эти дела не следователи, но, конечно же, разве ли вы, как бы, уже зная, оказались, зная, он нас как команду откликнулся на нашу поэтому нельзя сказать, что трудно. Трудно только в связи от того, что он уже занятой. Классно, что он нашел это окошко для нас. Что ты еще? Что у нас есть? Из театра еще. Спасибо, да? Спасибо. Спасибо.